В жилом доме в поселке Зябь произошел пожар. Сегодня в районе двух часов дня огонь вспыхнул в квартире дома Зябь-2, расположенном на набережной Челнинском проспекте. Внутри находились двое мужчин. Самостоятельно вызвать пожарных они не смогли. Это сделали их соседи. Чем закончилось происшествие, выяснила наша съемочная группа, которая также работала на месте. Клубы дыма с места пожара было видно со всех точек города. Однокомнатную квартиру девятого этажа полностью охватило пламя. Первым делом пожарные вызвалили жильцов. В этой квартире проживает четыре человека, но на момент пожара там находились двое – отец с сыном. Благодаря тому, что пожарные и скорая помощь приехали быстро, они оба остались живы. Соседи, живущие напротив, первыми почувствовали запах гари и постучались в квартиру. По их словам, мужчины долго не отзывались, а когда все-таки открыли дверь, из комнат повалил дым. Даже не поняли. Они вот открыли дверь и бегом туда на кухню, прятаться под стол. А где человек возгорел? Вот, в саде был. Там дедушка живет лет 7-10. И муж с женой, с дочкой. Жена на работе с дочкой, он тоже этот. Ну, они бухие, по-моему, были. Отца с сыном тут же передали медикам. Тушение самой квартиры продолжалось еще несколько минут. Во избежание тяжелых последствий и повторного воспламенения пожарные выбрасывали из окна одежду и мебель. Огонь быстро распространился по комнатам. Почти ничего из имущества спасти не удалось. Обошлось без эвакуации жильцов. Однако многие из них, испугавшись, вышли на улицу самостоятельно. У меня соседка хорошая. Она меня вызвала, я старше по дому. И мы сразу начали стучаться, вот сразу всех вывели. Ну, молодцы, быстро приехали. Я вообще сижу, телевизор смотрю, кино смотрю. Пошла на кухню, супчик покужа, смотрю, стоит машина пожарная. Вот и увидела. На этой неделе это уже второй случай возгорания в этом доме. Но сегодня все серьезнее. Водой залила квартира с 9 по 5 этажи. А из-за прорвавшегося стояка отопления в пострадавшей квартире некоторые остались без тепла. Коммунальщики пообещали ликвидировать последствия до конца дня. Что касается причины пожара, то по предварительной версии, ею стало неосторожное обращение с огнем. Если это подтвердится, то жильцам придется делать ремонт не только в своей квартире, но и в подъезде. Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.